Жаркие баталии развернулись в Комитете против пыток во время обсуждения представления прокуратуры Нижегородской области. Еще в декабре прошлого года главный прокурор региона постановил устранить многочисленные нарушения в деятельности общественной организации. В противном случае ее деятельность будет признана незаконной, а сама организация внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Ну а поскольку руководитель Комитета против пыток Игорь Каляпин, то и спрос, как говорится, со старшего. Такой расклад событий категорически не устроил и сотрудников, и постоянных клиентов организации. Именно Игорь Каляпин, он готов помощь дать по существу. Это очень удивительный человек, готов к быстрой помощи по существу. Плюс, я думаю, я и пришла с этим уже позавчера, что за эти десятилетия он очень много помог. Я не сомневаюсь, чтобы кто-то был один недоволен. Дело, конечно, благое, обществу помогать, но все должно быть по правилам. А прокуратура считает, что Комитет против пыток и финансирования получал из Соединенных Штатов Америки и в политической деятельности активно участвовал. Веские аргументы на этот счет написаны на 10 страницах прокурорского представления. Но даже полуторачасовые баталии с представителем прокуратуры не убедили Игоря Каляпина в том, что его организации осталось существовать считанные дни. Мы с такой трактовкой федерального законодательства не согласны. Мы с такой трактовкой закона об некоммерческих организациях не согласны. Мы прежде всего не согласны с тем, как прокуратура Нижегородской области понимает государственную политику Российской Федерации. В связи с этим убедительно просим, не знаю, если это возможно, пересмотреть это представление, отозвать. Нет, Игорь Александрович, конечно же, согласился с тем, что и в пикетах участвовал, и против политики государства высказывался. Правда, по его словам, делал он это не от лица комитета против пыток, а от себя лично. Правда, при этом Игорь Каляпин не отказался от руководящей должности или, например, от статуса члена Совета при президенте России. А ведь именно такие аргументы и приводили прокуроры во время рассмотрения представления. Оно отозвано не будет, поскольку является полностью законным и обоснованным. В ходе проверочных мероприятий стоверно установлено, что комитет против пыток с 2010 года по 2013 было осуществлено иностранное финансирование на сумму более 163 миллионов рублей. Мы тоже, да, не оспариваем. Не оспариваем. Закончили жаркие споры довольно мирно. Каляпин направил в прокуратуру свою позицию от имени комитета против пыток и пообещал продолжить обсуждение в суде.